Сегодня у нас 30 июня 2016 года. Утро в лагере Стани. Вон он далеке у нас. Сейчас вот помолились и читаем Евангелие. Я забыл видеокамеру, вот сбегал за ней сейчас. Видишь, как хорошо на жердочке сидят сделали. Утрами камари кусают и вот это место мащистили. Здесь была водонапорная башня в колхозе. Ну, расчистили, убрали, выровняли. Видишь, как сделать. Коровы подходят, начинают бодать. Им это надо разбодать. Там он привез соломы два тюка. Вчера пришел, еще нету. Вся солома по всему ее сушить. Коровы разгладили. Так и здесь. Загородили, ни одна корова не заходит. И я бы сказал, а мне какое дело? А они, ребята, участие в этом принимали. Они делали. Копали ямки, столбы, столбушки эти. Надо в лесу их было заготовить, достать проволоки, прибить. Вот, ну, вся эта работа. И вот видишь, как стоит на постаменте, как аналой. Пожалуйста, аналой. Салия. Здесь яма была, бульдозер подогнал. Понятно? Это маленькое. И вот теперь мы молимся. Считай сегодняшнее. Матфея, 3 глава, 12 стих. Лопата его, в руки его, и он очистит гумно свое, и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым. Вот ничего больше нет. Толкования никакого нету. Виталий, я тебя спрашиваю. Учился в трех семинариях. Что это означает? Что за лопата? Какая она по себе? Зачем она на гумне? Объясняй, пожалуйста. И вопрос ты не задавал. Это означает, когда человек вопросы не задает, говорит, два варианта только. Или он все знает, а что спрашивать, когда знает. Или ничего не знает. Не знает даже, о чем вопрос задать. Конкретно. Ты это место слышал? Да. Слышал. Объясни, пожалуйста. Вот тут паства сидит. Они мне такие же, как и тебе. Только ты ответственности не несешь никакой. Ты привык так ни за чего не отвечать. Поел, встал, ушел, вымоет другой. Варить где продукты доставайте. Причем здесь я? Речь идет о страшном суде. О страшном суде, да? Да. Ну объясняйте, что за лопата это? А, вот лопата, я не могу сказать. Когда очистит? На страшном суде очистить некогда. Уже очищено. Второе пришествие. Второе пришествие? Нет. Ну и зачем тогда лопата? Он гумно свое очистит. Что такое гумно? Это в ребенке уже заложено все. Вот он не нуждается никем. Я его не вижу, где он у меня. Какой? Да не этот. Вот он со мной рядом. Попутно я все говорю. Вчера ягоды берем, ушли далеко. С нами вместе. Он ничем не провинился. Так, ребята, в этом направлении ягодник. Мы идем, берем ягоду. Показал, рассказал. Слышать, не слышать, не знаю. Но все как-то маленько под контролем. Он отдельно теперь. Сразу то, где я не успел оглянуть, он уже развернулся. И не туда, куда я показал, а туда. Все со мной двигаются, а он с каждым шагом отстает и движется в обратном направлении. Пускай объяснят родители, что это заложено в ребенке. То есть весь земной шар для него ничего не значит. Он один. Это уже не эгоизм. Это что-то, кто вознесу престол, мой высший звезд воссяду. И они не видят этого. Ребенок талантливый, интеллект. Он химические растворы составляет. Да у тебя в голове химические растворы неправильно работают. Вот не было бы людей, которые здесь помогают. Еще бы этого не было. Столбы бы никто не поставил. А их где-то пилили. Их протравили в криозоте. Бетонные пастынки вот на что привязаны. Не сделал бы, а кто-то сделал. Кто-то их прикрутил. Кто-то сверлил, поднимал провода. Лез наверх, натягивал. Кто-то электричество там где-то вырабатывается. Вы понимаете, мы опутаны всем. Везде. Должники. Вот этот пруд. Кто-то его Симакову были делать. Дальше мы делали. Наш труд здесь уже. Воды бы не было. А рядом запасной колодец. Сейчас тот колодец у нас пропал. У нас колодец открываем, под замком стоит. Колодец с дренажом сделанный. Притом это уже третий по счету колодец. На нас нападала санэпидемстанция. Мы сделали огромную крышку. Вот с такими бортами, чтобы даже насосом нельзя было отраву загнать. Мы санэпидемстанцией как чумы боялись. Они на все способны. Что угодно сделают. И Бог развеял, никого нет, а мы остались. Я к тому, что мы нужны кому-то. И нам все нужны. Ему никто не нужен. Совершенно. А что? На два фронта. Но они не понимают то, что сегодня они сеют, говорят друг против друга. Завтра он все обратит против мамы. А он найдет это. С мамой не заладится где-то. С папой. Против папы все поднимет. А они не видят, что сеют для себя. Понятно? Вот это гумно. Вот это высевается. Гумно это место, где пшеница хранится, которую привозили. Трактора не было. Возили на телегах. Приносили туда снопы. Привозили. Ну, сноп это одна. Один колосок. А много это сноп. И когда их сушить надо, ставили кверху колосьями и вместе составляли. Назвался суслон. И поэтому суслон определяли, кто сколько сделал. Как вычерок, кто сколько кружек сделал. Это сделала восемь кружек собрала. А вот этот отрак три. А у тебя там, может быть, и меньше того. Ну и что теперь? Так вот, гумно это утрамбованное сделано. А земля, утрамбованная, выметенная, как полотно. И на нее свозят снопы. И дальше их молотят. Молотят как? С цепами. Тут написано в Библии. Поднимают палку, а на ней цепь. И молотят, бьют. Выколачивают. А солома, мекина, все вместе. И надо как-то отделить. А то сегодня машина гонит, там такие. Нория называется, аппарат такой. Ни в чего этого человечества еще не забрело. Но жить жили. Посмотрите, какая птица летит. А то летит хищник. А за ним ласточки. И люди гонятся. Но они близко не подлетают. Это маленький ястребок. Я попутно вам говорю, где мы находимся. И вот на этом гумне, там непрерывный гомон, шум. Но вот теперь отмолотили. Солому убрали. А солома нужна была. Соломой крыши крыли в России и на Украине. Вот эта солома, когда бьют только по макушкам, а весь стебель не трогают. Это на кровлю пойдет. Теперь связывают вязанки, большая яма, и туда жидкий раствор глины. И туда опускают эту солому. Она лежит там, квасится. И потом этой соломой будут крыть, как наш шалаш. И такая кровля стоит сто лет. С нее все стекает, не попадает. Она не гниет, ничего. Но лишь бы хорошо была обрешетка сделана. Обрешетка это такие горизонтальные, через которые заворачивается, чтобы она не стекла вниз. Это я уже про русские обычаи говорю. Теперь надо отвеять. Были клеветоны такие. Сейчас у Игоря там машина такая очистительная. Она гонит, крутит, отвевает. Там под ней решета вот так. Потом мы посмотрим, кто до осени будет. Это надо видеть. Но мы сняли в роликах, видно где. А лопата, это деревянная лопата, не железная. Деревянная. И конец передний у нее заваленный. Она как каток кастится, чтобы землю-то не ковырять. И вот наступает день, ветер дует. Все до одного идут на этот ток. А ток большой может быть. Ток это гумно. Гумно там рига стоит. Вот так, крытая, вся. Но до земли не достает во столько. Не достает, примерно, во столько. Там пролезть и можно, бывает меньше. Дождь не попадает, а ветер продувает, чтобы сушило. Не было электричества. То есть оно было там, но здесь его еще не было. И вот ветер. И теперь на гумно лопаты подцепляет. Вместе с тем, что есть здесь все. И кидает кверху. Вот так идут и все кидают. У нас здесь так было. Кидает на гумне, лопата в руке Господа. Он подбрасывает, а ветер отдувает. Отдувает Мекина, она легкое зерно падает. Еще, еще раз находясь чистое зерно. Все отдуло. Гумно. Ну, и не заинтересовался. Темное пятно не знаешь и ни разу не спросил. То есть неинтерес к этой жизни. И, наконец, балда остается на земле. В голове как булыжник. И сердце ржавое, говорит, железко. Безразличное ко всему. Вот что из этого получается. И Господь эту лопату в руке держит и начинает кидать. Люди живут хорошо, а Бога не знает. И начинается смута. Майдан. Это Бог веет. Ветры посылает. Революция. И вот ненужное. Мекину эту все отдувает. А верующие остаются. Это так Бог делает. Ой, раскулачивает в начале 28-30-е годы. Опять ветер веет. И Господь ощущает. Десять миллионов тружеников деревни погибли. Кто-то и остался в ГУЛАГ. На север. В морозилке. А почему? Это у нас такое было раскулачивали. Потому что искали земного. К церкви не прилеплялись. Не знали. Церковь была вкорченной. Ну туда идут босиком. Сапоги на шею повешали. Дошли там. Ноги вымыли рядом пруд. Обулись в церковь. Отстояли. Опять разулись. Сапог хватало надолго. И внуки еще в них ходили. Потому что только в церкви стоять можно было. Хотя наоборот все. Рот закрывай. Рот. Закрытый должен быть всегда. А наоборот надо. Место себе свято. Снимите обувь твою. Не один раз Господь говорит. Снимать надо обувь, а не надевать. У нас все перевернуто. Не слышал разве про это? Это Моисея Иисусу Новину сказано было. Иисус Новин, я попутно скажу. Это был военачальник. Это был последователь и наследник, заместитель Моисея. И однажды он идет и вдруг встречается человек. Сразу замечу. Ты наш или из супостатов? Если враг сейчас готово дело. Я начальник воинства небесного. Сними обувь в твое место сие свято. Я не знал. Все разулся. Кто пришел тут? Архангел. Так было с Моисеем. Господь говорит. Сними обувь твою. Почему? Потому что Богу жизнь нужна, а не мертвещина вот такая. Обувь шилась не кирзовые сапоги, которые Иван Плотников изобрел. Кирзуя получил сталинскую премию во время войны. Попутно сказать. Тоже не знаешь. Даже могу не спрашивать. А мертвого животного, мертвая кожа, это напоминает не о жизни, а о смерти. Мертвые святы в церковь не заносить. Еще патриарх Алексей Первый Семанский говорил об этом. Живое должно быть все. Итак, на гумне. Смотрите, сколько голубей прилетело. Вот куда они полетят? Помаленьку наблюдайте, куда они полетят. Когда полетят, мне скажут, вон они сели где. А они подлетают к воде, кто-то спугнет их. Теперь вернулись назад. Это все попутно. И вот гумно теперь ощущает. Не поняли? Пересройка будет. Это новый ветер. Ветер дует. Чистое крупное зерно здесь, которое помельче такое бывает. Полупустотело. Его отдувает дальше. Вот Игорь протравливает здесь. Мы вчера, докуда я довез эту Викторию-то, ну и на поле остановился. На поле. Пшеница. Чистая ни одной старинки не было. А почему? А он едет с отравой и распыляет. Это иностранная отрава. Привозят. Она очень дорогая. Десятки тысяч рублей платит Игорь за нее. Теперь ее разводят и везет. И она уничтожает все, кроме того, что растет. Пшеницу посеял, она остается. Сорняки к утру уже все скорчужились, как сгорелая. Маленько что-то там сбрызнул у батюшки. Он был маленько. Пожелтела береза. Сразу к утру уже сгорела. Но тогда не было ничего этого. Никто этого не знал. Поля засоренные были. Там в Краснокоренке Курлыка это море было. И надо было отвеять. И они отвевали его. Лопата в руке Господа. И он очистит гумнот свою. Гумнот, то есть вот этот мир. Он очищает. Никакого страшного суда еще нету. На суде Божьем это уже готовое будет разделено. То, что лежало в житницах. И вопрос-то ты не задаешь. Вот ты знаешь, что здесь никто в семинаре не учился. Один ты. В трех семинариях. И пшик. Ничего нету. Почему? Безразличие. Ты слышал такую фамилию Ломоносов? Да. Вот я нос ломал. Ломоносов. Я вышел. Учительница спрашивает. А у меня временами замыкало на ушах. А что спрашивает-то я не знаю. Один показывает нос. Я не пойму. Ломоносов, дескать. Нос ломает. Михаил Васильевич. Где он учился? Самостоятельно. Какого-то магнистского-то математика была. А дальше? Хочу учиться дальше. Ну куда учиться, сынок? Василий ему говорит отец. Холмогоры. Север. А я хочу учиться. Я хочу знать. Никто не знает. Вот это северное сияние. А что он означает? Почему так красиво? А почему такое? А почему телень не мерзнет в воде лежит? Никто не знает. А он смотрит звезды. Вчера были так, сегодня так. Почему? И он идет за обозом рыбным. И идет в Санкт-Петербург. И он там будет учиться. Закончит академию. И еще не знаю. А вот это кто не знает? Поэтому, говорит, это только надо в Германии. Там самые высшие университеты. Пойду и туда. И наконец там... И тоже еще вопросы остаются. Не знаю. Больше нет таких. Он говорит. Тогда сам буду узнавать. Строит телескоп. Узнает. На Венере атмосфера есть. Тюлень вот такой-то. Этот такой. Электричество тут. Рихман друг. Молния. А что такое молния? Но он не знает. И с Рихманом решили сделать шелковая нитка. Они не знали, что электричество по шелку идет быстро. Запустим змея. Мы тут змею. Я с детства их делал. Змея запускаем. Там костюм подвяжу. Он туда его поднимает. А большой змей поднимет человека. И он сделал хвост. И на хвосте там металлический гвоздь или что-то сделал там. И с Рихманом смотрят. А вот когда молния ударит. А молния ударила как раз в этот гвоздь. Молния мгновенно прошла через змею, через нитку и ударила Рихмана в лоб. И вышла через подошву. Этого никто не знал. Ну конечно друг мертвый. Но зато он узнал. Э-э-э это страшное дело. Этого делать нельзя. Вон они полетели. Вот куда они полетят. Если это не деревня, значит это залет. Но если деревня, то это мои. Они между собой объединяются. Вот надо легко проследить и где они будут. На какое место. А у них крылышки белые. Сами черные, а крылышки белые. У всех? Да, у всех. Это они мои. У меня только у одного такое. Видишь, как интересно. А тебе разницы нет, хоть тысяча голубей. Почему? Ты не держал и не здесь нигде. Неинтересный ты. И те, которые не стараются узнать. Вот вам пример. Ломоносов Михаил Васильевич. Мало он жил. Разные химические составы, все это влияло на него. И вот что он взял. Поэт, писатель, составитель русской грамматики. Трудно найти область, в которую он бы не вошел, как Павел Флоренский. Леонардо да Винчи. Вот такие единицы людей были, которые всесторонне охватывали. А это должен быть каждый христианин. Вон там, видать, телевышку над лесом. Вон справа. Надо прям смотреть на угол пруда нашего. И так, в руке его лопата. И она подбрасывает. А ветер он сам создает, Господь. То есть революции, пертурбации. Вот она перестройка. Ограбили страну. И все, мужики не знают, что делать. Как что делать? 21 тысяча деревень погублено. Земля ждет хозяина. Никого нету. Началось. Коммунисты стрелять в начале. Идеи Ленина рухнули. Рисует Ленин в заплатанных, как у меня, штанах. Сидит на капитале Маркса. А идея-то была правильная идея. Нам не идея нужна. А слово Божие его не знают. Не знают. Разграбили Россию, растащили. А мы не согласны с этим. Русский человек, свинья подзаборная. Пьянь. А мы не согласны с этим. Мы будем новое поколение выращивать. Которое знает Бога. Господь ответить не нужно. Не будешь слушаться. Господь выдует тебя отсюда. Не будет тебя здесь. И будешь бродяга-бомж. Мы здесь чему учим? Божественному Евангелию. Теперь слушаем толкование. Толкование. Когда креститесь от него, с большой буквы от него, и потом будете грешить, не думайте, что он простит вас. Нет. Он имеет и лопату. То есть рассмотрение и суд. Рассмотрение и суд. То есть он рассудит правильно. И вот эта революция. Я читал такое. Ну все. Кто богат, живет, что-то под нож. Враг народа. Я стал задуматься, почему другого определения не было. Враг народа. 58 статья. 14 пунктов. Архипелаг ГУЛАГ. Почему? Да это враги народа на самом деле. Взялись священство. Все уничтожается. Они не учили народ. Они миллионы людей не допустили до Христа. Это враги народа были. Епископы. Бог разрушил это все. Без воли Божьей волосина не упадет, а тут головы летели. За два года 200 епископских голов снесли. Господин Ульянов пришел как бищ, как смерч, как страшная язва и проказа. Но! Ощестительный огонь прошел. А дальше они будут выращивать тип попов, которые на все согласны, КГБшники-сергианцы. Мы во всем должны увидеть лопату Господню. Суд и рассмотрение. И вот в одном селе в каком-то жили два брата. Слушайте внимательно. Эти два брата еще до революции стали собирать детей. У кого-то родители умерли или нет. И они набрали детей столько, что строят один дом, кто-то помогает другой. И все, дети ухаживают. Растут настоящие русские люди. И вдруг революция. Все вокруг уничтожается, их советская власть не тронула. Про них стало известно в другом месте. Вот как Соколовский. Герой войны и герой социалистического труда. Без руки оторвало и пальцы оторвало. Первый миллионер колхоз сделал. Участвовал, кажется, в трех или пяти войнах только разных. И вот тогда были такие люди. И его попало письмо Сталину Соколовскому. А вот это попало, говорит, Ленину. И дал указание помочь Дзержинске займись этим делом. Братьев этих не трогать. Так они... Вы слышали? Они детей воспитывают. На нас нападали, вы знаете, как? В 1998 год 15 комиссий. Здесь ни одной не было комиссии. Двое приехали. Краевых здесь. Мы не успевали двери открывать. Мы закрывались, блокировались, уводили детей. Стучали, снимали. А никого нет, кто делал против нас. Никого. Писали статьи. Вот один писал, лучший журналист. Проходит... Зима не прошла еще где-то. Его нашли убитым в подвале. Который против воздвиг от огонения. Здесь был подполковник милиционера. Ему Бог сунул сюда в темешке инсульт, и он умер. На сороковой день. Как только отменили. Они там тайну закулисты делали. Все Бог разогнал. Ветер в его руке лопата. Он ощущает гумну свою. А мы как были, так и есть. Евреев гнали? Очень гнали. Гитлер поставил задачу окончательное решение еврейского вопроса. Всех. Младенцев в люльке. Всех вырезать евреев. Как говорят, холокост 6 миллионов обошелся. Я не считал. Я опровергать не собираюсь. А Сталин? Сталин тоже. Процесс против врачей и евреев. Где Сталин? Где Гитлер? А евреи какую силу набрали? Весь мир перед ними лежит. Почему? Это Божье семя. Не трожь его, не прикасайся. Ты обращать его можешь говорить? Не прикасайся пальцем. Благословляй семя Авраама. В руке Господа лопата. Все народы развеются. А еврейский народ останется. С него началось и мыть закончится. Создать просто город на пустом месте невозможно. А это три мировые религии. Мировые. Иудаизм, христианство, мусульманство. Это от них идет. От них. Наши имена-то откуда? А вот Иван русское имя Мария. Да это еврейские имена Иван и Мария. Оттуда взято. Это их имена. Иаков. Это их имена. Мы окружены. Евангелие-то кем написано? Евреями. Евреями. Благословляй Бога. Великое преимущество перед другими народами, что евреи быть, что им вверено Слово Божие. Не земля. Слово Божие. Нам оно вверено. Здесь. И Господь ответить не нужно. Он везде будет. Ну-ка сядь прямо. Что тебя закрутило? Тебе надо слушать. Ты ничего. Все мимо пускаешь. Вот такой и вырастешь. На дядю будешь похожий. Ничего не будешь знать. А дяде неудобно. А ты не бойся. Выйди перед народом и скажи, да, в самом деле. Я это не делал. Я вот так. Понимаешь, не страшитесь этого сказать. Был такой Фома Маюнский. У него был один, как сказать, училище, начальник. А учеников один ученик. Над одним. И он говорит, а где вы учиться сегодня будем? Ну, он говорит, вот здесь придем. Вот так вот крест стоит. Видите, как здесь будет урок дан. А на следующий день? Сегодня? Да на базар сходим. Там поучимся. На базаре? Ну да, идут. Репей шевелиться. Пьяницы сидят. Слушай, что они говорят. И вот один говорит, а как ты слепой стал? Он говорит, да я родился слепым. А ты? Я? Да не знаю, мне страшно говорить. Вот не бойся этого рассказать. Он говорит, я с детства был непослушный. То кого-то за нос возьму, покручу. То на кухню залезу, там магниту тащу чужой. Я не слушался родителей. Большая печаль была. Потом пить научился. С ворами сознался. Но я умел воровать. Ну попадался, били меня. Ну и однажды иду, гляжу, хоронят. Я спросил, кого хоронят. А несут, видно, богато одетая. А это говорит, у такого богатого человека дочь умерла. И на ней одежда богатая. Я подумал, зачем мертвому одежда? И я ночью пошел, отодвинул камень. Охоронят они в пещере. Зашел туда, и она лежит там, лунный свет. Ну я, говорит, начал снимать ее ожерелье. Все снял. А потом посмотрел, сорочка на ней, нижнее белье. А ей зачем это? Да я на базаре продам-то. Ну я подошел к ней, и там, начал с нее снимать. И вдруг, говорит, как холод по мне пошел. Я гляжу, она поднимается и садится. И говорит ему, тело мое солнца не видало. Как ты посмел это сделать? И так по стене начала нащупывать рукой. Я дошла до глаз моих. Вырвала глаза мои, ударила об стенку. Как я вылез, не знаю. Кровь течет. Я кое-как выполз. Вот почему я слепой. Понял? Кто вырвал вам глаза? Вы слепые. Один тяжелый конец не можем поднять. Стоит, смотрит. Да тут как молния бросился бы. А нужды нету. То есть уже все за хрясто. Виноваты все. Виновата жена, что разведен. Виноват ребенок, что меня не посчитает. Виновата советская власть. Меня в Америке спрашивали, скажите, вот, вы были, сидели в тюрьмах. Как вам КГБ помешало? Я говорю, КГБ мне помешало? Никак. Они меня сделали известным. Меня бы никто не пригласил за рубеж. Меня митрополит вызывает. Вызывает. Секретарь присылает. Из Канады пришло приглашение. А этот секретарь, капрал его фамилия Иларион. Теперь он как первосвятитель Русской Православной Зарубежной Церкви. Наш. Я там ничего не знал. Меня КГБ никак не отбросило от Бога. Что для веры еще нужно? Пост, молитва, милостыня, чтение Слова Божия. Они мне это не могли отнять. Я постился и в тюрьме, и в лагере. Молился там. Проходит. Бригадир и говорит. Сейчас только ляжете спать. Будет проверка. Лежать все не шевелись. Я говорю, я раздеваться не буду. Как не будете? Да это устав. Ну, устав, устав. Если нарушитель, что будет? Да в карцере сгноят. Так. Я остановлюсь и молюсь. Молиться? Не знаю. Я такого не встречал. Ну, знаете. Ну, я встал. Тут келястр называется, как колонна стоит. Ну, пошире стена. Выступ такой. Я около нее встал. Там молюсь. Заходят комиссии, офицеры. Фонариком посветили. Все. Прошли, ушли. Меня не видят. Он до того удивлялся. Они почему вас не видят-то? Не видят. Они не видят меня? Все. И они мне не запрещали ни молиться, ни поститься. Ничего. Просфоры с собой в тюрьме, в лагере. Спроси, у кого просфоры. Ну, а там могут мыши сесть. Я иду. Просфоры здесь. Там как начальник встречается, любой идет. Так. Номер написан. Фамилия твоя написана. Пришитая здесь. Так. Такой-то. Там Иванов. Калиников. Показывает все в карманах. Ты должен скорее вот так вот снять головной убор и начинать. Платочек. Выверни карманы. Сразу вывернул. Ты не будешь осуждать. Мое, не твое. Я не хозяин. Эту дурь оставь. Так. Выложил все. Так. Ничего больше нету? Нету. Все прощупает. Нагнись. Еще в задний проход посмотрит. Убирай. Я иду. Так. Стоять. Что в карманах? Я в карман полез. Достаю большая просфора. А это что такое? Ну, это освещенный хлеб. Ты идешь, батюшка, как пузырь. Ну, я говорю, пузырь. Я с собой все ношу. Надетого у меня тут лежит. Тут книжка лежит. Начальник. Ну, да. А трогать можно? Нельзя трогать. Я и не трогаю. Все. Одинаково сидим. К тебе отношение будет другое. Другое. Я на работе работал. Сторож. Ниже него. Самая маленькая зарплата. И 32 человека на нашей базе занимали у меня деньги. Взаймы брали. 32. Я ставлю стрелку. Дал. Обратно. Отдал. А не отдал. Приходит. А ты то верни сначала. А когда вернул кое-как. Тогда кто плохо отдает, тому больше не даю. Я тебя вышеркнул. Один заходит. Дайте вот денег. Вот срочно ехать. Я говорю. Кладовщики. Начальство. Иди. У них прости. Я сторож. Вернулся. Никто не дает. Говорят денег нету. Нету. Ладно. Идет. Люба. Подойди сюда. За складом. Так. У вас деньги есть? А вам сколько надо? Я говорю. Все. Больше ничего не надо. Тебе она ответила денег нет. А меня спрашивает. А сколько тебе надо? На одной работе работаем. Ты понял как? Сердца всех людей открыты. Я к любому начальнику подойду. К любому банкиру. А я никто. Козявка. Сморщук. Но они видят здесь без обмана. Без обмана. И вот милиция у нас была. Полиция. Такие. То другое. Я ни одного слова плохого не сказал. Почему они плохого не делали? А если бы сделали? И тогда бы молился. Еще не сказал. А они-то это смотрят, считают. Их отношение какое. Вот из этого сделай вывод. Ты везде нужен. Везде. Вон видите какие столбы. Мы закапывали. Яму эту долго искали. Там была какая-то здание. Там костер у нас. Как это сделать? Там другая яма для туалета была. Когда вытаскивают золу. Там надпись. Телефон. Ой. Телефон? Да. Ну что же это такое-то? Да, 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 да. Говори. Говори. Мне должен быть там. Он говорит, кто там встречать будет или как меня привезут. Должен быть. Он сказал, что сегодня по 7.15 что ли. Ну может быть так. Так что сиди, жди. Я ему дал телефон и скинул. Все. У него с собой видно этот планшет. Так что жди. Да не разговаривали. Он по скайпу видимо мне скинул. Вчера. Ночью. Ночью. Говорит. Все. Говорит. Садимся на самолет. Ну то есть. Все. В аэропорту уже он. С сыном. Ну с 7.15 примерно так он сказал. Ну спроси какие там из Москвы-то идут. Не уходи. Что? Сразу сюда вези. Плохо. Так что не забывай. Все. Я ему все данные скинул. Телефон и все. Он обязательно выйдет на тебя. Если у него с собой. А где бы он? Откуда выходил на меня? Дай знать как получишь. Все. А? Отошел? Вам понятно? О чем мы говорим? Из Канады. Непонятный какой рейс. Понятный. Жди. В 7.15 он сказал. В 6 часов еще нету. Так. Тебе понятно? И ты можешь смело как этот слепой выйти и сказать. Я не интересовался этой жизнью. Поэтому ничего не знаю. Вот у меня утром не ладится. Не могу. Нету связи с сайтом. Тебе я не позвоню. А Никите позвоню. Даю сигнал. Никита. Если утром я дал сигнал, Никита, уже все со всех ног беги. Я запутался. С этими переключениями, перегрузками не идет. Вот. Поэтому. Вот сегодня легко было. И ты должен сказать, как этот слепой, которому глаза мертвые вырвало. Мне глаза грех вырвал. Я учиться не хотел. Гонялся за чужими юбками. У меня ничего в уме больше не было. Худые товарищи были. Я в обморок падал, как услышу запах от женщины. Вот тебе и результат. Один. Один бобыль. Ничего нету. А ты посмотри вокруг меня сколько женщин. Как приходят. Вот они. Еще одна голубка прилетела. И никаких подозрений никаких нет. А почему? Святые отношения. Это родная и близкая сестра. Принимала здесь крещение. Правильно говорю? Да. Все здесь. И нас не интересуют какие-то там лжемиссионеры, они говорят. Миссионерство нельзя создать. Это от Духа Святого. Они там нападают от дела миссионерские. Это от сатаны. Что они делают? Травят людей. Дворкина начальником провозгласили. Это от дьявола все. От Бога Дух Святой. Он показывает сокровенное в человеке. В который раз уже рот разъемаешь. Закрывай ладошки. Ты сколько раз говорил? Вот мы работаем на пруду. Мы с Володей отошли. Володя, он здоровый, крепкий, косит. Подошел, говорит, весь взмок. Я тоже. К тебе подошел. Ты тешишь, а мне до того спать охота. Ну же разница все-таки. Что ты сделаешь? Косить тебя не пошлешь. Это не знаешь, это не знаешь. Простые вещи. Никита за год скажи, чему научился? Научился. То, что я с тобой вот так обращаюсь, не как люди понимают. Тебе во вред было? Угу. Покажи на себя. Не во вред. Скажи, да не во вред. Да, не во вред. А то умники какие. Я из него человека делаю, мужчину. Я его спрашиваю о таких вещах, которые батюшка не ответил. Вчера я ему говорю, батюшка, скажи, кого называли пустынный лис у Гитлера? Батюшка не знает. Я говорю, а... Никита знает. Ромель. Он сразу ответил, ты никогда это не ответишь. Я еще ему вопрос задал такой редкий. Ну бывает, где-то он споткнется. Но он знает больше вас всех, которые здесь вместе. То есть он не знает, как применить это здесь. Эгоизм, это его ухмылка, мне не нравится. Но и от этого избавит Господь. Ему дают каждый день рыбу проверять, подметать, собачку приводить. То есть память развиваю на этом. Ты понял? Вот это гумно. Тебя Бог... Сядь, ты упадешь. Выметить отсюда, тебе не надо будет. Ты каждый день будешь думать, как бы отсюда уехать. Ты уже был там, куда хочешь уехать. И такой остался. Но у тебя идет уже работа какая-то. Какая-то. Вот когда бежит Никита, заметь, как Никита бежит. Он бежит, как лось. И как ты бежишь? Как на девятом месте у бабы. Вот так вот. Какой же это бег? Спортсмен. Да так-то и я могу бегать. Как бегал. Как бегает? Ты видел, как Фрося бегает? Ты посмотри в другой раз. Она бежит, за ней юбка не поспевает. Вот так. Еще немножко что-нибудь скажи нам. В полкане дочитать. Давай толкование. Ты сюда не садитесь. Уйдите оттуда. Вот здесь еще где-то можете. А там держаться за столбик надо. Там высоко. Ты грохнешься. Церковь. Церковь, в которую хотя... Подальше друг от друга. Одна будет падать, другую шибет. Надо вторую жертвь прибить сюда. Я сказал прибить. Сегодня обдумать, принести сюда вторую жертвь и третью. Вот тут они могут садиться. Верхняя, как здесь. И при вязании. Чтобы они садились, как на скамейку. Им нравится? Пожалуйста. Где прибить? А? Где прибить? Сверху или что? Положите. Рядом, параллельно. Ну, как на костре. Жертвь эта, прибитая, с этой стороны. У столба. И она садится, как на скамейку. Продолжай толковать. Давай. Церковь, в которой, хотя много крещённых, подобно как на гумно, собирается с поля всё. С поля всё. Но из них одни оказываются плевелами. Каковы легкомысленные и направляемые к злу духами злобы. Толковать не надо-то. Легкомысленные. Такое легкомыслие. Ты мужчина. Чтобы любая женщина смотрела на тебя с надеждой, пока ты не женатая. А женатая, чтобы она мысленно произнесла, да, счастливая женщина за таким. Не то, что ты какой-то. А именно, твёрдость в тебе, характер мужчины, не юбочник, не подкаблучник. За такой она, как за скалой, сокроется. Это оценит везде, где бы ты ни был. Поклонится тебе любая самая негодная. Эх, если бы вы мне попали в жизнь, разве я такая была бы? Такие слова, разве ты услышишь? Она только может откречься, оборони Бог, да пронеси меня мимо этого лодыря. Он только что осеменил и бросил. Дурень. Как я не увидел его, мамка говорила, зачем ты идёшь за этого пьяница? Спит до десяти часов, а мы встаём в пять. Это новое поколение, умеющее рано вставать, умеющее ценить настоящую дружбу. Ни одного развода, чтобы не было. Дальше. Другие пшеницы. Те, которые приносят пользу и другим, питая их учением и делом. Понимаешь, учением и делом. Учением, ничего не знаю. Делом, а дело какое? Ничего не знаю. Руки в боки. Не разбежишься. Не разбежишься. Вот батюшка наш. Он пончил обыкновенные курсы каменщиков. И вдруг соревнования каменщиков. Его выдвигают на эти соревнования. То есть чистота. Самое трудное, это углы возводить. Вот здесь вот. Его ставят на углы. Он каменщик, профессионал. И всё здесь снаружи есть каменное у нас здесь. Это всё его рука делала. Мы работаем быстро. Он подходит. Крышу кроем. Вот это, где я живу, скворечник. Чего вы копаетесь на одном месте-то? А ну-ка, бери шифер, подавай ему. Так, прихлопни его здесь. Батюшка пришёл. Мы раза в три-четыре быстрее сделали. У него не имеет высшего образования, ничего нету. У него совесть есть, умение, трудолюбие. Он с тарелкой не ходит по храму. Этого нету. Свечи не продаёт. Сумел восстановить святая десятина и на этом всё. И к этому приучить надо детей. Это новое поколение. А ну-ка, давайте проскандируем, чтобы все услышали, кто мы такие. Ну-ка посмотри прямо. Давайте, быстро. Россия должна встать. Россия – это мы. Ну, если уже Стёпа – Россия, то дальше идти некуда. Молодец. Пошли дальше. Неугасим огонь гиенский. Посему обманывался Ориген, когда говорил, что мукам будет конец. Вот видите как. Конечно, понять, что муки бесконечны нельзя этого. И знание, что мука бесконечна, подвигло меня искать Христа. Я не знал, что это Христос. Я знал, что есть ад, мука, и там в огне мне гореть. Я вот зимой едем за Силосом, ехать далёко, сани большие, трактор идёт. А едешь ночью – звёзды. Я лежу, смотрю – тихая погода, звёзды. И вот все звёзды громадные, на молекулы разложить – и будет конец. А этому нет конца. Мне хотелось соскочить, бежать по земле, по снегу, падать и кричать. Зачем я родился? У меня слёзы текут. А тартарист едет, он даже не знает ничего. И вот это ожидание огня вечного побудило искать больше, и Бог меня нашёл. Я знал, что рай есть – это для святых, ад есть – это для меня. Я не делал того, другого, не воровал, ни одного матершинного слова не сказал, не знал женщин. То есть, чем-то я выделялся из людей-то. Но внутренний голос говорил – я такой же, как все. Я хуже их, потому что мать знала Бога. И где-то я не слушался родителей. Это всё внутри меня вставало в полный рост. Меня никто не мог убедить, что у тебя всё окей, у тебя всё хорошо. Я видел – всё плохо. Я занимаюсь, много учусь. В момент, когда я обратился, в это время я занимался, считал Библию уже на семи языках. Самостоятельно. Но я понимал – это шушера-мушера. Это всё пустое. И вдруг я узнаю – за мои грехи умер Христос. Он пролил причистую кровь на кресте Голгофе. Ну, почему мне это никто не сказали? И кто это подсказали сектанты? Пятидесятники, которые с баптистами объединённые. И в этот день, 27 сентября 1962 года, в 17.00, я принёс покаяние перед Богом. А корабль стоял на рейде. В это время мне обратно идти вечером надо ночью. И лоцманский катерок, который подвозит. Подвёз, дальше спускается от трапа, по нему ты поднимаешься. Я в отпуске. Я только фальшборд перешагнул, то есть вот такая вот где-то. И первому матросу стал говорить – живём неправильно. За нас Христос умер. За нас Христос умер. Понятно как? Ни на кого я не знал, как это ссылаться. А это не моё. Как не моё? При мне это дело – это уже моё. Вот когда, бывает, крутит там, подтягивает корабль, то лебёдка работает. Лебёдка тянет канат. Как канаты сплетать, какие делать там петли. Это всё там тебя научат делать. Не стоять рядом. А стоять один рот развинул. Ну корабль-то это… Его на волне качнуло. Трос оборвался. И трос ударил по шее, и голова отлетела сразу. Как бритва срезала. Зачем же ты это делал? Я же тебе говорил, я только стою, дрожь меня бьёт. Ну я же и тебе говорил отойти. А кому говорит-то? Голова уже по палубе катится. Ты понял? Так а тебе какое дело за него? Я человек. А тебе всё равно. А я не хозяин. Эти слова будут жечь тебя. Каждый ребёнок – это наш ребёнок. Какой бы национальности веры не был. Земля загажена. Это моё дело. Я должен её облагородить. Ты видишь, как и на кухне везде вмешиваться приходится. Сегодня я уже договорился, сейчас по обедам и пойдём в лес. А тебе-то никакой нужды нету. Порвал он цепь. Я даю деньги. Он – да ладно, я на себя возьму. Пошёл к Вите и узнал, когда может. То есть тебя совершенно ничего не интересует. Вот здесь-то ничего не было уже 25 лет. 20 лет, когда Потеряевка началась. Приезжают корреспонденты, про наш лагерь знают. А какая у вас мечта? Я говорю, мечта – слово плохое. Это кремлёвский мечтатель о Ленине Герберт Уэллс говорил. У меня желание есть такое – возродить Потеряевку. И это в газете было напечатано ещё до восстановления Потеряевки. И, пожалуйста, моё желание немножко исполнилось. Поля засеваются. Я говорю, а это сейчас земля. Да это пока принадлежит другому Терентии. Говорит, через год мы её постараемся приобрести. И нам, говорит, уже земли не хватает. Понятно? Ты войди во всё это. Посмотри вокруг. Сколько возможностей было применить. Тут написано – знание и дело. Ни знания, ни дело. Все это дети твои. Ты не лезь. Ты мне передай, что он не так делает. К детям не прикасайтесь. Я и хочу к девочкам пальцем не прикасаться. Ни в одном лагере этого нет. Воспитатель говорит. Ну как? У нас двухэтажная. Мальчики спят, говорит, на нижнем этаже. Девочки на верхнем. Мы ещё утром приходим. На нижнем этаже никого нету. Они тренируются. Они примеряются. Всё. А у нас даже где спят, пройти мимо нельзя. Разница есть? Вот отсюда делай вывод. Ты погубил прошедшие годы. Не говорю всю жизнь. Погубил. И вини себя, и плащи, и кайся. Талант закопанный. Зарытый. Веру ты сохранил. Ты веришь, что Бог есть. Ну и всё. Ну и раскопай его. Вот платок завернул. Вот тебе твоё. Ты злой и жестокий. А вот за это ты получишь. Слышал причёту? Чтобы этого не было. Не утомились? Четырнадцать минут восьмого время. А восьмого? Да. Только восьмого? Да. Четырнадцать минут восьмого. Сейчас мы быстренько... Я беру с собой. Ты занимайся с ними. Кто со мной будет здесь жертвы принесёт? Помогать. Я. Я играть. Так, девочку не берём. Отойди. Кирилл, Андрюша и этот. И этот. Я троим беру. Ещё? Ещё. Так. Идти волшим следом. Один за другим. Так. Слазь, пожалуйста. Так. Давай. Давай. Пурашки не забывайте. Ну, вообще, если прыгать вот так. Ну-ка, прыгай вот так. Перевернись. Веди эту сторонку. О! Вот так надо прыгать. Вот так. Мужчина прыгает. Ну, как я лезу? Вот так, Симоша. Ай-яй-яй-яй. Боле-боле-боле. Вот так. Вот так. Вот так. Всё. Вот ты беда какая. Ты видишь, Симоша-то, как он показал, какой нам кульбит. Ничего. Ну, пошёл. Эх, не хватило. Вот Тарасик. Ну-ка, лё... О! О! Ногой не надо надевать. О! Только парашют мелькнул по ней и всё. Так, за мной. О, ну-ка, ну-ка. О, нет, нет, нет. Так, нет. По дорожке. Посмотрите. Вот так? not really. Подожди на мне, поставь. Подожди на мне. Стой. А гейджи, гейджи. Не... Не... Не, не... Вот так они, будут... Вот так они. Вот туда за мной езди. кепку назад сделай кепку назад Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok